Приветик, я Аня, а это все мои собачки Чихуа Софи, Эйвен и наш новый член семьи Миша. Подписывайся на наш канал, жми красную кнопочку внизу. И не забывай нажимать колокольчик, тогда ты самым первым будешь смотреть наши ролики. А когда ролик выходит, мама отвечает на вопросы, так что не опаздывай. А Миша пока что говорить не научилась, да Миша? И для начала мы хотим передать привет Марике Кэт и наше видеосигна для нее, потому что она первая написала кодовое слово в прошлом выпуске. Так что если вы хотите получить видеосигну и привет от нас, ищите в этом видео кодовое слово и первыми пишите его в комментариях. А теперь давайте начинать. Вы наверняка все уже знаете историю о том, как Мишенька, Миша, Мишка появилась в нашей семье. И рассказывать и повторяться я не буду. И конечно же ввиду этого она совсем не как Эйвен и Софи. Как это быть человеком, который завел собаку уже взрослую, потому что Мишеньке уже год с лишним, она совсем не щеночек. И у нее уже сложился свой характер, не похожий на моих собак, и для меня это очень непривычно. А в конце расскажу про конкурс в честь Миши и переименования канала, потому что канал мы все-таки, как вы видите, переименовали. Слишком уж много у нас животных, и я уже не только доп.мама и собаки, потому что у нас еще на каникулах у бабушки очень много других животных, кошечек, котиков и так далее. А еще у меня у самой муравьи хомячки и собаки, поэтому вот так вот. Кстати, я хотела поблагодарить вас и сказать вам, всем моим подписчикам, спасибо большое, потому что вы очень помогли мне с хомячками. Я новичок и совершила много ошибок, и об этом я тоже сделаю видео. Я убрала колесико, я куплю новое, я поменяю клетку, как только они подрастут. Я убрала сено, как вы сказали, и я не буду покупать им этот шар путешествий. И все это благодаря вам, моим подписчикам, которые писали мне в личку, писали в инстаграм, писали здесь комментарии. Только с вашей помощью я смогу все сделать сама. Да, у тебя все получится, мам. Как я уже сказала, Миша не щенок, и она ко всему привыкает уже гораздо сложнее, потому что она взрослая собачка, и у нее уже сложился свой характер, сложился образ жизни в семье, ничего не знает, ни с чем не знакома. И вася валяется. Я решила дать Мише освоиться первую неделю, а может и больше, потому что начинать сейчас какое-то перевоспитание, дрессировку, чему-то ее учить, это лишний стресс для нее будет. Я не хочу, чтобы она стрессовала, я хочу, чтобы она стала веселой, жизнерадостной собачкой. Она и так такая, просто у нее сейчас это еще все скрыто внутри. Она стесняется очень, она очень скромная. И по поводу отношения Софии Эйвена к ней, пока сомневаются, что она останется. И именно поэтому Софиша ведет себя с ней немножко отстраненно. Эйвен немножко попроще, он с ней спит иногда. И да, Миша это девочка. Мы ее так назвали, это как Миша Бартон, или сокращенно от Мишель, Микаэла. Первое время Миша отказывалась кушать. Она и сейчас ест очень плохо, и она абсолютно не знает, что такое лакомство, и что такое натуральная еда, вообще ничего, даже сыра она не воспринимает. Такое бывает, когда собаки не знакомы с едой, то есть их просто такой едой не кормили. Единственное, что она воспринимает, это сухой корм. И то она ест очень и очень мало. Первое время она вообще отказывалась есть, вчера она покушала получше уже. Также мы сейчас принимаем кое-какие таблетки, и будем скоро глистогониться всей семьей на всякий случай. Миша не знает человеческую речь, она не знает команд, она не понимает, когда ее зовешь, она немножко побаивается, очень скромничает, но при этом она ходит хвостиком везде за мной постоянно. Миша не знает, что такое дверь, а это очень странно. То есть, если открываешь дверь, она не понимает, что в нее нужно войти. И у нас на балконе есть дверь с проемом между полом и самой дверью, и она пыталась под нее пролезть, хотя дверь была открыта. Я ей говорила, заходи, а она не понимала, что в нее можно войти. Это, скорее всего, значит, что Миша жила либо в одной какой-то комнате, либо в том месте, где нет дверей. То есть, клетка или что-то такое, я не знаю. Также я не знаю, знает ли Миша улицу. Когда мы ехали на машине сюда домой, она очень с интересом наблюдала за улицей, поэтому мы скоро обязательно пойдем гулять, как только чуть-чуть освоимся и привыкнем. Я начала с ней разговаривать человеческим голосом, чтобы она понимала человеческую речь. Начала учиться у Софии Эйвена, что когда ее зовут и тянут к ней руку, она может подойти. Это не опасно. Я это делаю постепенно, просто всех зову, и когда она подходит, сразу-сразу ее очень сильно хвалю. Подойти это, получить похвалу. Также Миша не знает, что такое гладильки. Ну, мы это называем гладильки, то есть ласка. Сейчас уже получше, она уже начала понимать, что когда ее гладят, это хорошо, это безопасно. А первое время, когда я к ней прикасалась, она сразу же сжималась, становилась вся такая напряженная и боялась рук. И сейчас еще она много чего боится. Много чего боится, Миша? Да, Эйвен? Научим ее, конечно же, всему, да? Да научим, мам, научим. Стервоза моя. Просто я боюсь, что ты станешь любить меня меньше. Я понимаю, но я же люблю тебя точно так же, как и Миша. Ну ладно, ладно, тогда ладно. Люблю-то тебя так же, люблю не меньше. И тебя, Эйваз, люблю, и тебя. Вот, пожалуйста, пример, Эйвен и Софи знают лакомство, что такое лакомство, да? А Миша не знает, что это такое, она пока только нюхает, она не ест ничего. Если Эйвен и Софи знают команды, лежайте, Вась, молодец. То Миша пока ничего не знает и не понимает, да, Миша? Миша. И с ней нужно искать контакт. Мы пока не рискуем заниматься дрессировкой, чтобы не создавать ей лишний стресс. Я просто показала вам, что Миша не понимает ни команд, ничего. Также Мишка у нас не знает, что такое игрушки. Она интересуется ими, но пока не умеет играть, и ее придется приучать играть. Также у Миши есть свой домик или место она любое может выбрать. У нас есть еще лежаночки, но она пока не знает, что такое место. Такое ощущение, что она никогда не лежала в лежанке. А, куда Сёжика? Мам, давай играй, давай, давай. А, мы сейчас в Мишку играть. Но с другой стороны, кому-то это нравится, что собачка ничего не делает, ничего не умеет и может только сидеть на ручках. Или сидеть где-нибудь в уголке и молчать, и никак не подавать виду, что она существует. Но она такая милая, такая хорошая, просто зайчка. Многие спрашивают, заговорит ли Миша, научит ли Софи с Эйвеном Мишу говорить. Я пока не знаю, может быть и научат. Эйвен, научишь Мишу говорить? Конечно, мам, научу. Конечно, научим, мы тебя, Миша, научим говорить. Сейчас пойду только буквар свой найду и начнем. Миша первый раз сейчас пошла в лежанку. Стоит, не знает, что в ней делать надо. И как только Миша посвободнее начнет себя чувствовать, мы поедем на каникулы к бабушке знакомить ее со всей нашей семьей. Да, Миша? А сейчас в честь всех этих разных радостных событий мы хотим организовать конкурс. Правила конкурса просты. Конечно же, нужно быть подписчиком нашего канала. Выберите на нашем канале самые свои любимые ролики. Любые, абсолютно, и сколько хотите. Хоть два, хоть три, хоть десять, хоть все. И создайте в Ютубе специальный плейлист. И назовите его Magic Family. Добавляйте в него какие хотите ролики. Главное, правильно его назовите Magic Family. Иначе мы просто его не найдем. А потом поделитесь своим личным плейлистом в социальных сетях. Можете это сделать где угодно. Можете взять ссылку на плейлист и добавить ее в ВКонтакте, в Одноклассники, в Инстаграм. Может быть, вы где-то еще есть. И после этого обязательно, обязательно под этим видео скиньте ссылку на свой аккаунт, чтобы мы могли увидеть, что вот ваш аккаунт. Вы сделали плейлист и им поделились. Выбирать 10 случайных победителей мы будем из тех, кто скинет ссылку сюда, в комментарии, на свой аккаунт, чтобы мы могли посмотреть. Через 10 дней мы выберем 10 случайных победителей. И эти победители получат от нас всех VIP-сигну, а также, если захотят, получат сигну от каждого из нас по отдельности. А также всем этим 10 победителям мы позвоним прямо из видео, пообщаемся с ними, передадим им их видео сигну, передадим им привет, поболтаем. И покажем вас и фотки ваших питомцев, если они у вас есть, в нашем этом видео. И будет еще кое-какой сюрприз. Так что, скорее, бегите, создавайте плейлисты из ваших любимых видео, делитесь ими в соцсетях, кидайте ссылку на свой аккаунт. И все. А на моем втором канале Анимэджик вышло первое видео, где есть Миша. Поэтому обязательно идите и смотрите, ссылочку я оставлю. Пока! Жми на кружочки и подписывайся, и смотри еще ролики, и лайк поставь для Миши. Не обижай Мишу, ставь ей лайк, я слежу за тобой. Субтитры сделал DimaTorzok